Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет экспериментальный формат, я бы так сказал, потому что я сейчас листал свои посмотреть позже на ютубе, хотел просто какой-то блайтовый клип, да, то есть реакцию записать на, может быть, клип какой-то, который я пропустил. Обычно я кидаю себе посмотреть позже, если у меня что-то там в ленте, в рекомендациях появляется, чтобы не забыть, посмотреть и знакомиться. И после того, как хитом в ТикТоке, да, стал хит, хит уже, наверное, да, трек Кали Учис Телепатия. Я его начал слушать, принял его к себе в оборот, вспомнил про ее другую дискографию, что мне нравятся там треки по типу Солита, и вообще, в принципе, вот Кали Учис для меня открылась с новой стороны, когда в 2020 году, в прошлом, выпустила свой мини-альбом, который называется To Feel Alive, наверное, да, не помню, как он называется, но там есть один трек, который называется Honey Baby. Это просто вот, это настолько красиво, настолько потрясающе. Вы можете посмотреть, если мне не изменяет память, я его включил в топ-30 своих треков года, поэтому можете туда перейти и посмотреть. Сейчас же я листаю, листаю и понял. Ну, я наслышан о визуалах Кали Учис, и самое интересное, что даже клип на Солиту, свой любимый, я не видел. Вот я не видел клип на Солиту. Я, по-моему, смотрел на After the Storm с Тайлером Декреатором, это хит, такой самый крупный мне, по-моему. И тут я понял, что надо как-то ознакомиться с ее хотя бы видеографией. Вот, потому что, ну, потом, может быть, и потянется ее испаноязычный альбом, который я один раз послушал и как-то отложил в долгий ящик. Он мне показался привлекательным, но не настолько, чтобы к нему вернуться и забрать оттуда какие-то треки. Опять же, телепатия только стала мне нравиться, после того, как она стала хитом, я к ней снова прислушался, вернулся и забрал ее себе. И, собственно, в чем же экспериментальность формата, который сейчас вы будете наблюдать? А в том, что мы с вами посмотрим сразу несколько клипов Кали Учис. Просто я буду смотреть на визуал, то, как она видит этот мир, то, как она воспринимает его в принципе, да? Потому что наслышан, наслышан о визуалах, да и сами превью иногда чего стоят. И это будет такой сумбурный, мне кажется, формат. То есть я посмотрю, я не знаю, буду ли я его дальше продолжать и прочее-прочее. Но вот мне по велению моего сердца захотелось. Это не чья рекомендация, это просто вот мое. Поэтому если вдруг будете мне рекомендовать в комментариях в следующий раз посмотреть вот это, вот это, вот это, то велика вероятность, что я смогу это пропустить мимо себя, поскольку мне действительно нужно быть заинтересованным в чем-то, чтобы такое снимать. Вот, поэтому не сочтите за грубость, но вот как-то так. Первое, что я хотел бы заценить, это Just a Stranger. Дуэт со Стиви Лэйси, но меня интересует, естественно, сейчас видеографическая составляющая, поэтому Just a Stranger. Сразу вау. Оу. Во-первых, сколько здесь эстетики сразу. Мне очень понравилось, как скупюрость. Я слышал эту песню. Это не Тайлер поет? Мне очень нравится, сколько здесь всего намешано, потому что очень много эффектов, очень много каких-то деталей, и из них и состоит все это. При этом сочная, жаркая эстетика. И куча звуковых элементов сопровождающих. То есть купюра падает, обязательно нужно вот... Что-то какой-то огонь зажегся, это обязательно нужно продемонстрировать. Ну вот мне нравится очень такая кислотная, нагруженная эстетика. Вот в данном случае. Мне нравится, вот сразу скажу. Светящиеся вот эти все. Клип, кстати, вот... Вау. Вау, какой кадр. Вау. Во-первых, мне очень нравится, как скупюр стекает вот это вот, все, жидкость, и как это все поджигается. Я не понимаю, почему так. Так, не понимаю, как это придумано, вообще зачем, но это настолько вкусно. Вот вкусно. Торнадо из денег. Вообще не понимаю, что здесь происходит, но выглядит очень красиво. Очень красиво. Вау. Вот как вам объяснить? Очень красиво. Во-первых, лайк я хочу поставить свой. Обязательно лайк. Обязательно. Вот, собственно, вот я не знаю, почему. Вот почему мне казалось, что у Келли Учис будет что-то вот подобное. Возможно, я видел фрагмент из этого клипа, потому что некоторые моменты мне показались знакомыми. Может быть, я его смотрел когда-то очень-очень давно. Но вот, опять же, не знаю, реакция, это не реакция после таких слов, кто знает. Но вот сейчас будет точно, абсолютно точно клип, который я видел, но я хочу его пересмотреть. Просто пересмотреть и понять, есть ли в нем что-то такое, из-за чего я хочу его пересмотреть. И это авто с Тайлером-декорейтором. Эстетика очень крутая. Очень нравится, что в окне происходит вот это вот все с тучками, с молниями. По-моему, тут будет голова Тайлера торчать из земли, и она будет его поливать, что ли. Такой образ, знаете, кукольный, и поведение тоже. Вот, вот, да-да-да-да. Она его посадит, получается. Блин, такие эстетичные магазины. Понятное дело, что, наверное, их не бывает в реальной жизни. Это специально поставили, может быть. Так, все красиво. Вот это очень крутой момент, я его помню. Да. Вот она поливает его. Тайлер, на самом деле, очень неоднозначный персонаж, и он очень странный. Но за ним всегда весело наблюдать, не знаю. Он очень мемный, к тому же. Блин, вот тут вот этот кадр максимально красивый. Максим... Капелька пота. Что может быть? Зеркала. Это гениально. Я не знаю, как это объяснить. Тут очень много вещей, которые... Я не могу откомментировать так, чтобы вы поняли, почему я сижу и... Причем вот этот клип я видел даже. Я видел этот клип, но я все равно вот сейчас смотрю, как будто в первый раз. Я не знаю, давно я его смотрел. О, все, вырос. Да мне только сейчас дошло. У него альбом называется Flower Boy. Это не отсылка к тому, что он, по сути, в буквально смысле Flower Boy. А еще у него вот огонь здесь. Видите огонь, да? Типа ленточки. Послушайте, это прекрасно. Возможно, я даже трек добавлю себе. Два из двух. Два из двух. Давайте, давайте дальше. Давайте дальше. Я хочу салиту посмотреть. Блин, как я уважаю этот трек. Он очень гипнотический. И вот реально от него прям какая-то магия веет. Магией. Именно темной магией. Это... Это гроб? Или что это? Это гроб. Или это саркофаг какой-то? О-о-о. Ну, формами ее природа одарила, я вам скажу. О, это образ с обложки. Три, два, один. Солита. Где? О-о-о. И тут стриптиз. Только ж Сизу смотрели, там стриптиз был. Я добавлю. Вот на этот трек я добавлю, извините. Опа. Вот так вот. Кстати, сейчас такой тренд в ТикТоке есть. Что-то он не оценил, этот мужик. Вот это очень вкусный латинский трек. Вот прям... Вот, да, мрачная атмосфера. То, о чем я говорил, что этот трек набивает мрачную атмосферу. По обложке это было понятно. По превью это было понятно. Клипа. И сейчас я вижу то, что хочу увидеть, скажем так. Вау. Вот. Вот это с превью было. Очень круто. Вот. Вот это. И все блестят еще так. Сколько крутого пафоса здесь. Именно у местного. Ну, на самом деле, справедливости ради хочу сказать, что эстетика у этого клипа хоть и крутая. И лайк, естественно, я поставлю. Но все-таки пока что для меня лично остается фаворитом из всех клипов, которые я вот посмотрел в данном видео. По эстетике, по эффектам Just a Stranger, по эстетике, именно по визуальной, которая эффекты, очень какие-то придумки, да. А вот автор The Storm мне очень понравился своей простотой, своей мягкостью, потому что там очень мягкие тататы. Там нету ничего кислотного, там нету ничего какого-то, знаете, вырвиглазного и именно вызывающего. Там все очень лаконично, очень нежно и очень красиво. Вот. И идеи тоже минималистичные. То есть вот эти вот тучки за окном, да, вот которые нарисованы, птички, которые держат волосы калии. И в целом мне очень нравится мягкость клипа, я не знаю, как это сказать. Поэтому вот эти первые два здорово. Здесь же что-то, возможно, посередине, но чего-то мне не хватило. Но, опять же, в рамках этого трека круто, здорово. Я просто сравниваю с тем, что я сейчас посмотрел. Ну что, я думаю, в рамках трех клипов, если вдруг я еще такое запланирую, понятное дело, что эти три клипа не отображают всю видеографию, да, особенного артистов, у которых, которые успели поснимать, которые успели выпустить много материала. Вот. Но все-таки я хотел какие клипы посмотреть, я посмотрел. Опять же, действительно мне понравилось. То есть я не разочарован, а наоборот даже заинтересован, какой будет клип, допустим, на телепатию, ту же самую. Потому что там наверняка можно разгуляться. Да и сама обложка этого альбома испаноязычного, который у нее вышел, не смогу вам сказать название. Она уже намекает на какую-то очень крутую эстетику. Поэтому я буду ждать клипы на телепатию, думаю, он не заставит себя долго ждать. И я опять же повторюсь, что клипы, которые я сегодня посмотрел, это действительно круто. Вот прям действительно очень эстетичные материалы. Я могу сказать от себя, что такие клипы я люблю. И они определенно войдут у меня в коллекции различные, всякие, возможно, монтажные игры у меня есть в коллекции. У меня есть коллекция просто визуальная эстетика. Обязательно. Обязательно. Потому что это видеотворчество, которое заслуживает внимания. Вот честно вам хочу сказать. За этим я и шел. Да, возможно, вот After the Storm я уже смотрел, я примерно знал, чего ожидать. Но Солита, Just a Stranger, да и в принципе освежить память и поделиться с вами. Может быть, вы не видели. Может быть, вы хотите открыть для себя каких-то новых артистов. А может быть, вы посмотрите на латинскую эстраду. Ой, какое слово плохое эстрада. На латинских исполнителей с другой стороны. Вот, пожалуйста, Калиучес. Возможно, кто-то из вас ее знает, возможно, нет. Теперь вы знаете о ней чуть больше. Поэтому, милости просим, слушайте, смотрите, как вам все, что мы сегодня посмотрели, увидели. Пишите свое мнение в комментариях. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.